И всем привет, ребят, с вами Мистер Вакиси, записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посовещен реализации нового устройства на Magnum. Сегодня мы вместе с вами будем пробовать выкатывать его против Джаггернаута, посмотрим как проявит себе устройство там. Я уже записал видос на Мегадоне для Мегадонатного канала, для основного канала у нас выходил вчера видеоролик. Ну а сегодня пришло время попробовать реализовать это устройство против Джаггернаута, посмотреть работает ли оно, можно ли на нем давать безумно большое количество урона по Джаггеру. Ну и реально реализовать, например, овердрайв Викинга против как раз таки этого Джаггернаута. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но это, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами долго думать здесь не будем, пикаем сразу режим Джаггера, ну и надеемся на то, что нас закинет на какую-то огромную карту. Потому что, исходя из того, что я скатал только что на мегадонате, могу сказать точно, что реализация на огромных картах этого устройства значительно лучше, чем реализация этого устройства на какой-нибудь средней карте. Потому что дальность при прожатии овердрайва у Магнума очень и очень большая. Если какая-то средненькая карта будет, то ваши выстрелы просто-напросто будут лететь в молоко. Поэтому надо бы какую-то большую карточку, может быть даже какое-нибудь шоссе бы идеально подошло бы для реализации этого устройства. Но посмотрим, что нам предложат матчмейкинг. А матчмейкинг предлагает нам Серпуха. В принципе, довольно неплохая карта для реализации этого дела. От Магнума у нас три резистого противника. Ну и будем пробовать реализовывать как раз-таки наше устройство. Быстренько попытаемся накопить ОУД-шку. Ну да, ну и дальше уже будем кидать как раз-таки по стенкам. Можно будет даже, я думаю, что сблизиться под какие-то определенные стены. В зависимости от того, где будет противник играть. Ну и дальше будем уже пробовать реализовывать это устройство на максимум. При том, что карта, ну, довольно неплохая по размерам. Да, и здесь, по идее, должны залетать очень хорошие тычки как раз-таки по Джаггеру при прожатии овердрайва. Без овердрайва, я думаю, что здесь реализовать это устройство крайне-крайне сложно. А вот когда уже ОУД-шка у нас будет, тогда я думаю, что можно уже делать очень и очень неплохую залеталову по противникам. Так, Джаггер у нас уже играет под стенку. Трешку ему неплохую залепливаем. По сути, можно попытаться даже вот так вот давать в дом. Да, домика хорошо, две с половиной тоже залетает сверху. Так, ну и наш тиммейт пытается там выбить уже Джаггернаута под упорчик. Без овердрайва, я думаю, что здесь... Ну, можно, конечно, наносить урон по Джаггеру, но я бы не сказал, что это большое количество урона. Да, то есть 2600, походу у него даже, кстати, мне кажется, еще и резист есть 3000, хотя, может, и нету реза, не знаю. Ну, в принципе, неплохо, но могло бы быть и пожестче, да, могло бы быть и пожестче. Так, пробуем еще тику дать от домика. Шикарно, просто по 3000 от дома через практически всю карту залетает у нас по Джаггернауту. Мне кажется, он вообще даже не понимает, что у него ХП уходит. Либо его там изида лечит, хотя там не должно быть никакой изида, исходя из того, что я кидаю четко в дом. Ну, да, и если бы там была бы изида, то, соответственно, бы по ней бы тоже урон залетал. Так, ну и я не могу понять. А, его шафт лечит, да? А, походу, его шафт стоит хилит. Все, понял. Так, ну а если я вот с этой позиции прожму овердрайв? Мне кажется, что он не успеет ничего сделать. У меня есть ощущение, что он не успеет ничего сделать, если я просто начну тыки наваливать по домику. Мне кажется, что нам как раз-таки хватит залеталовы, чтобы слить вражеского Джаггера. Ой, чуть-чуть переборщил. Чуть-чуть переборщил. Так, а вот оттуда, с верхней позиции, будет ли возможность у меня по этому домику накидать или нет? Вот в чем вопрос. 85% овердрайва у меня уже есть. Так, ну и наша задача остается теперь только лишь набить оверку. И потом, даже вот с такого большого расстояния, попробуем все это дело реализовать. Джаггер под меня открывается и спокойно меня может тоже вырубить. Но нам надо сейчас на широкую встать. И просто зажать наш оуди и попробовать его как раз-таки реализовать. Джаггернаут наш уничтожен. 95% оверки у меня есть. По сути, вот эта позиция, наверное, будет как раз-таки той самой убойной позиции против уранжеского Джаггернаута. Но Джаггернаут, ну да, наверное, на открытую стоит. В принципе, готов ловить тыки. Готов ловить в голову. И залеталово. Ну и... Офигеть, я урона 1030, наверное, нанес ему. 1030 залетело. И он просто даже не ушел с позиции. А, его викинга шафт под овердрайвом лечил. Офигеть. Ладно, хорошо, я услышал. Я услышал. Я услышал. Ну, давайте. Раз мы играем в такую игру, то уже... Уже пошла движуха. Уже пошла, ребяточки, движуха. Пошла движуха! Пошла движуха! Ага, Оуди прожимает. Хорошо. Давай-ка сюда, родной. Давай-ка сюда, родничок. А то что-то как-то мы на уверенном стоим. Как-то мы на очень уверенном стоим, родничок. Родничочек, родничочек. Родничочек. А что такое? Офигеть. И даже после такого овердрайва он не сливается. Что его там лечит? Я просто не могу понять. Что его лечит? Как можно жить против такого безумно большого количества урона? Расскажите мне, пожалуйста. Как он просто здесь живет? Расскажите мне, плиз. Ой-ой-ой. Только не по себе. Только не по себе. У вас пикбомбу ставит. Так, ну и он начинает убегать. Начинает менять траекторию. Я не знаю. Я нажал уже 4 овердрайва. С тем учетом, что по нему залетело прям реально не кисло. Да, прям по двадцатке просто влетает урона. Но я не могу слить джаггера. Вы понимаете, что я просто не могу слить джаггера. Я кидаю по стенкам, от которых летит безумно большое количество урона по оппоненту. И мне все равно этого недостаточно, чтобы его слить. Мне просто не хватает урона. Я не знаю, сколько там типов хилит этого джаггера. Но по ходу дела нам надо сменить немножечко траекторию. И попробовать ворвать как раз таки с другой стороны. Сначала слить этих типов, которые лечат джаггернаута. И потом уже постараться ворвать это дело. Так, нифига себе мы тут начинаем паркурить. Да, чел уже пишет, что я тут наваливаю не кисло. Но джаггернаут нормально его вылечивает. Вылечивает этого феррика. Профессионального джаггернаута вода. Так, ну а я хочу реализовать. Я хочу очень сильно реализовать это все дело. И для того, чтобы мне его реализовать, мне надо занять позиционку. Жалко, что здесь у нас нет команды. Нету команды, ребяточки. Была бы команда у нас бы тут. Я думаю, что можно было бы уже давным-давно ворвать и несколько раз. Но вы видите, что тиммейты у нас не сконцентрированы на уничтожении вражеского джаггера. И у меня абсолютно ничего не получается. Да, как бы это грустно не звучало. Но накидав ему где-то 1060, наверное, урона. Мне все равно не хватило урона, чтобы его слить. Да, и по сути, ну, наверное, вариант нужен был быть сначала со слитием вот этой стенки. Да, мы должны были сначала слить вот так, а потом уже накидывать вот так, да, урон. И тогда уже бы эта реализация бы зашла бы. Потому что шафта я тогда в такой ситуации бы слил сразу. Да, и можно было бы успеть докидать урон. Джаггернаут уже начинает катать по респам, чтобы его кто-то вылечил. Да, ну, а мы просто ищем какую-то стену, чтобы накидать урон. Джаггернаут уже скрывается из-под стенки. Но наша задача остается прежней. Слить вражеского джаггера. Пробуем накидывать через вот эту стенку. Не знаю, есть ли там залетка через всю эту карту. Нету там залетки вообще никакой, от слова совсем. Да, и под той стенкой. Ну, наверное, единственный угол, под которым я могу найти. Видите, даже такая здоровенная карта для этого магнума становится маленькой. Не знаю, сколько я овердрайв нажал. Это уже, как говорится, дело принципа. Попробовать это дело реализовать. Да, не хватает. Даже так не хватает дистанции. Вы видите, что все залетает через всю карту. Просто через всю карту залетают у нас выстрелы. И прожав уже, не знаю, сколько оудишек, джаггернаут нашел позицию, с которой я его, походу, делать выбить не могу. Да, можно кидать даже в эту башню. Туда урон. И от башни накидывать тыки. Если противник, конечно, под нее открывается. И вот так вот корпусом еще четко поддавать на низ газ. Так, ну и джаггернаут начинает открываться под стенку. Малка будет залетать вот сюда. И от этой зоны можно кидать урон. Пробуем реализовать наш овердрайв. Пробуем реализовать оуди. Но опять, опять этот шафт его лечит. Боже ты мой, я просто в шоке. Я просто в шоке с того, насколько жестко этот чел держится. И это устройство реально работает круто. Реально работает круто. Идея его реализации очень и очень хорошая. Но хватает, получается, одного шафта, который может захиливать джаггернаута. Да, который актуально чисто играет под него. И даже с таким безумно большим уроном, ты просто не можешь слить его. Ты просто его не можешь уничтожить. Так, пробуем накидать под стенку. Под домик, хорошо. Есть контактик. И теперь, хватит ли мне домашки. Это мне опять не хватает урона. Он прожимает еще один овер. Походу джаггернаут просто тоже хавает свои овердрайвы. И тут уже просто идет война оудиков. Я попал просто на войну оудисов. Просто на войну оудисов. И у нас остается 3 минуты до конца. Давай, давай, родной. Давай, 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 давай. Есть контактик. Наконец-таки я его сливаю. Боже, сколько я овердрайвов нажал. Я не знаю. Я просто не знаю, сколько я овердрайвов нажал, чтобы слить этого джаггернаута. Но спустя целый бой нам все-таки удалось это сделать. У нас появляется еще один джаггернаут. Только он уже с резистом. И под эту стенку я не смог его полностью здесь уничтожить. Но одну реализацию контентовую мы все-таки сделали. То количество урона, которое дает это устройство, выглядит просто безумным. Но даже при всем этом раскладе вы видите, что если джаггернаут хавает свои оудишки, плюс еще дополнительно его лечит шафт, это сделать крайне сложно. Но вот такую вот конкретную ядерную войну в рамках этого боя мы вместе с вами долбанули, чтобы посмотреть все кондиции этого замечательного устройства. Ну и все-таки хотя бы одного как раз-таки джаггернаута нам слить удалось. Получилось прям конкретное противостояние и ядерная война против джаггернаута. И еще и шафта с лечением. Я уже, если честно, там в моменте чутка подрастроился. И не понял, как нанося такое безумно большое количество урона, можно не сливать джаггернаута. Но потом я понял, что скорее всего этот джаггернаут так же само прожимал свои овердрайвы. Плюс там шафт с хилом вылечивал. Потому что когда я стыки даю по 5000 урона и залетает в моменте просто по 40 тысяч уронов джаггера, когда у него 20 тысяч. Ну я не знаю просто, как это объяснять. что джаггернаут просто живет и не сливается. То есть, ну, наверное, он так же само прожимает овердрайвы. Потому что я видел, как минимум, там где-то 3-4 оверки, которые вжимались. И с таким таймингом овердрайвы у джаггернаута не накапливаются. Особенно у нового джаггера. Плюс я видел, как шафт на хилинг тоже давал контента. Поэтому получилось очень и очень жестко. Да, я, ну, наверное, попробовал для этого видеоролика сделать максимум просто, что может сделать это устройство. Даже против суперсильных игроков, которые прожимают свои овердрайвы. Да, ну и все-таки одного того самого джаггера нам за бой удалось уничтожить. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства против джаггера. Как вам вообще вот такая вот реализация овердрайвов. Это все делается исключительно ради контента, да. Ну и, в принципе, да, я хоть и начал там эту ядерную войну, но джаггернаута надо же пробовать как-то уничтожить, правильно? Надо как-то делать врывалову. Поэтому если кто-то в этом плане негативит, но особо сильно не серчайте, знайте, что это все реализуется в рамках именно контента. Ну и проверки этого устройства. Я думаю, что можно будет попробовать еще как-нибудь это устройство реализовать в джаггернауте против джаггернаута, да. Потому что видно, что урона хватает 100%, но даже с таким безумным уроном, если противник жмет свои овердрайвы и его еще и хилит шафт, можно пробовать жить даже против настолько большого количества урона. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вам такое вот вино с реализацией, наверное, 15 своих овердрайвов. Такая вот войнушка у нас получилась. Обязательно поддержьте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok